Обзор прессы на первом деловом. В популярных украинских изданиях читайте о таком. Стремительное падение гривны и международные торговые конфликты беспощадно бьют по бизнесу и госпредприятиям. Компании вынуждены сокращать, приостанавливать или даже сворачивать свою работу. Что работник должен знать о простое предприятие и как ему действовать в случае соответствующего решения руководства, расскажет эксперт независимого аудитора Наталья Приятель. Какие бывают простои на предприятии? Когда и по чьей вине они возникают? Что за собой влекут и как оформляются согласно нашему трудовому законодательству? Читайте в мартовском номере независимого аудитора. Фонд мира и журнал Foreign Policy выпускают рейтинг недееспособности государств. Его индекс призван оценить неспособность властей контролировать демографическую ситуацию, целостность страны, политику и экономику. Фактически рейтинг оценивает страновые риски по следующим критериям. Демографическое давление, уровень мигрантов и беженцев, приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека, риски иностранного вмешательства и другие. В 2013 году Украина занимала 117 место из 178 между Малайзией и Ямайкой. Для сравнения Россия 80-е. То есть с более высоким рейтингом недееспособности государства. В 2012 году наша страна была на 113 месте. Увы, рейтинг в 2014 будет совсем не оптимистичным. А недееспособное государство во многом определяет и недееспособность компаний. Как должен вести себя бизнес в подобной ситуации в издании «Компаньон». Как успешно провести переговоры? Как сделать слова и манеры своими союзниками, работающими на достижение положительного результата? Каждый бизнесмен знает, как важен исход деловых встреч с партнерами. Конечно, всегда есть объективные причины, почему люди соглашаются или не соглашаются с вами. Но помимо этого, на успех переговоров влияет еще и уровень вашей профессиональной подготовки. Ведь существует множество правил и уловок, помогающих убедить собеседника. Об этом в издании FX Factor. Станет ли, наконец, Украина инвестиционно привлекательной страной для введения бизнеса и новых вложений? Или лучше продолжить вывод капитала и распродажу активов? Когда наступит выгодный момент для инвестирования? И как его не пропустить? Какие новые возможности могут открыться для частных и институциональных инвесторов в Украине в связи со сменой геополитического курса страны? Эти и другие актуальные вопросы сегодня задают себе собственники бизнеса и активные инвесторы в нашей стране. В связи с высоким уровнем неопределенности в военно-политической сфере Украины сложно сегодня строить какие-либо экономические прогнозы и давать рекомендации инвесторам. В то же время стратегии направили внимание выжидающего инвестора на открывающиеся перспективы, нереализованные и скрытые инвестиционные возможности. Об этом на страницах издания.